Друзья, всем привет! С вами снова я, Марк. Специально для конкурса, который состоится в ВКонтакте, будет опрос 13 июня. Выберут 10 лучших работ и уже дальше участники группы решат, какой набор победил, кто смотрит и участвует, всем желаю удачи. Условие было сделать корабль с некими возможностями. Я все свои возможности собрал и вот что у меня получилось. Корабль, я его назвал типа авианосец легкий, ну полное название легкий авианосец поддержки типа Аист. Аист, потому что корпус корабля выполнен как клюв Аиста, то есть он не закрывается. И у него внутри располагается ангар специально для тайфайтеров, который вот в микромасштабе один летит как раз с этого авианосца. Этот легкий авианосец обычно курсирует рядом с имперскими звездными разрушителями. Сразу скажу, что это не по канону, это придумал чисто я, то есть моя фантазия. Такие авианосцы используются крайне редко, но однако они очень эффективны для, к примеру, оккупации какой-либо там планеты, захвата и просто поддержки большого ИЗР. Поскольку с авианосца типа Аист легко поднимается эскадрилья тайфайтеров, можно расположить там 12 этих тайфайтеров, вот, у них есть лючок, у этого авианосца есть лючок, как вы видите снизу, да, откуда эти тайфайтеры могут вылетать. Но также они могут вылетать вот как раз с этих зон открытых и, соответственно, легко добираться до цели. Использовал я для этого наборчика 270 плюс-минус две детальки. Также есть 6 принтованных деталек, чтобы показать большую детализацию, на, к примеру, на капитанском мостике. Также на корме у него есть принтованные детали и внутри есть стрелка и также еще там тоже есть принтованная деталь. Я ее покажу уже, когда будем разбирать этот авианосец, который, кстати, очень легко разбирается. Он также стоит на вот такой вот подставке. Мне очень порадовало, что у меня в коллекции есть вот такие детальки, вот, как серебряные слитки, да, только черного цвета. Они очень круто вписались в подставку, потому что ее, однако, было очень тяжело сделать. Я думал, как ее сделать. Вот, решил просто из обычных деталей сделать, решил не использовать техник. Однако техник у меня есть сзади, где находятся его двигатели. По центру располагается гипердрайв, благодаря которому он может легко прыгать в пространство и достигать нужной цели в короткие сроки. И также у нее есть два обычных главных и два вспомогательных движка. Сам корабль получился прикольно. У меня, на самом деле, мечта собрать большую коллекцию вот таких вот кораблей, именно империи. Мне очень нравятся имперские корабли, поскольку в Республике один двинатор только, да, прикольный получился. Ну и фрегат, звездные именно корабли. А у империи, конечно, их побольше. Разнообразие, большее количество. Поэтому я бы хотел собрать коллекцию большую, кастомную и не только именно звездного имперского флота. Давайте посмотрим, как он разбирается. Кстати, это очень легко. И посмотрим, что находится внутри. В итоге набор разбирается на 10 отдельных частей. Разбирается достаточно легко. То есть, крылья боковые его, ну не крылья, да, как бы боковой корпус у него с помощью техник деталей и очень, кстати, полезных деталей систем с техническими круглыми такими пинами, да, соединяется вот так как бы слайдом. Сверху ставится шляпка. Очень легко, тоже на один пин. Есть подставка и нижняя часть самого корабля. Ну и также можно еще сбоку поставить Тайфайтер и будет очень круто все выглядеть. Давайте сейчас на таймлапс соберем все назад. Друзья, ну не хочу затягивать это видео, поскольку я просто хотел с вами поделиться, какой у меня получился наборчик. Сейчас дам небольшую превьюшку к своей следующей самоделке. Вот она, можете до сих пор угадывать, что это такое, но есть многие, кто уже угадал. Думаю, уже завтра выложу полноценное видео со сборкой новой постройки и также познакомлю вас, что это будет. Ну а с вами был я, Марк. Всем спасибо большое за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok